В 2108 году человечество начало колонизацию звезд. В конечном итоге была охвачена обширная область космоса, известная как внутренняя сфера. На протяжении Золотого века, когда человечество находилось под управлением Звездной Лиги, во внутренней сфере царил беспрецедентный мир. Процветание и технический прогресс. Но серьезный подъем неизбежно влечет за собой серьезное падение. Охваченное чувством жадности и недоверия, человечество раскололось. Звездная Лига распалась. Технический прогресс замедлился. Добиваясь превосходства друг над другом, Великие Дома приняли участие в серии конфликтов, известных как Войны за престол. Во всем этом хаосе наемники стали марионетками в руках великих домов. На всей территории внутренней сферы стали появляться бесчисленные поля сражений, где доминирующей силой были громадные военные машины, называемые боевыми мехами. Сейчас 2015 год, и эти стальные тяжеловесы стали инструментами торговли наемников. Сейчас выгодное, но крайне опасное время. И только самые опытные и смелые из них смогут стать легендой. В 2439 году во владениях камеров на Терре был построен первый боевой человекоподобный робот. Собственно, мех, пилотируемый человеком робот. Это стало возможным благодаря изобретению миомеров – искусственных мышц, позволяющих на такой машине эффективно сражаться. Оригинальная модель получила название «Маки». И хотя в последующие десятилетия начали строить гораздо более эффективных роботов, на момент своего возникновения «Маки» превосходил все иные виды вооружения. А уже через 16 лет, в 2455 году, чертежи «Маки» украли агенты дома Штайна. Секрет, известный двум, быстро перестает быть секретом. В скором времени у всех великих домов появились собственные мехи, ставшие основой для их армий. Это событие окончательно утвердило феодализм, как общественный строй человечества. Мехи были столь сильны, что даже маленькие отряды могли контролировать громадные территории и останавливать целые армии. Так появились новые рыцари – пилоты мехов, которые предпочитали решать исход войн с тычками небольших элитных отрядов и свысока смотрели на любые другие формы боя. Такой подход к ведению войны сократил число случайных жертв в бою, зато сама профессия воина стала еще престижнее, и эпоха войн разгорела с новой силой. Она продолжалась много десятилетий. Это привело к громадным человеческим жертвам и утрате множества технологий. Чтобы взять ситуацию под контроль ведущих государств, подписали арестское соглашение, регламентирующее правила ведения войны. Появился кодекс. В частности, соглашение запрещало применять ядерное биологическое оружие. Конфликты стали менее кровопролитными, но зато государством оказалось незачем больше сдерживаться, и на долгие десятилетия война сделалась основным средством дипломатии, торговли и всех доходов. Доминирующей силой на полях сражений были боевые мехи, и их элита – пилоты. Новые рыцари В результате всех этих событий во вселенной появились шесть великих домов – аристократических династий, создавших самые могущественные независимые государства. Каждый дом и подчиненная ему страна обладали собственной культурой, эстетикой и идеологией. Именно великие дома с тех пор определяли политику человечества. Главный герой – командир наемников капитан Мейсон – выберет себе в покровителе дом Девион. Дом Девион управляет государством Объединенные Солнца, их столица – Новый Авалон, где некогда произошло зерновое восстание, положившее конец гражданской войне. В дальнейшем Девион им превращается в бастион просвещенной монархии. Они дают своим подданным наибольшую свободу, и часто защищают простой народ от более авторитарных соседей. Формально на территории Объединенных Солнц даже действует Конституция, хотя власть правящего дома в ней практически никак не ограничивается. Великий дом Ляо, правящий конфедерацией Капеллы, восходит потоком Ильяса Ляо. Созданная ими конфедерация – классическое утрирование «Восточная тирания», Нечто среднее между Китаем, Мао и Цинь-Шухуанди. Это абсолютно авторитарное общество, где регулярно появляются сумасшедшие диктаторы, устраивающие жесткие чистки в армии и при дворе. Великий дом Курита управляет синдикатом драконов. Это государство также часто показывается в роли злодея. Основатели династии проповедуют превосходство японской культуры и не дают людям ино, происхождение добиться в синдикате высокого положения. Куриты убеждены, что любую проблему можно решить только силой. Дом Штайнер – правит Леранским альянсом. Тяжелая промышленность, бюрократия в сочетании с сильной властью аристократов и огромные бронированные мехи. И, наконец, дом Марик, созданный по образу Восточной Европы, в первую очередь Австро-Венгрия, возглавляет Лигу Свободных Миров. Единственное государство, где власть с династией не утверждена официально, формально новых правителей лигий избирает парламент. База Кавалериста – Дебери Прайм, 2012 год все началось именно в этот злополучный день. Батя позвал меня на боевой выход. Приветствую, друзья, меня зовут Капитан Мэйсон. Я Капитан Наемников. А мой отец – Командор Наемников. И в один прекрасный день мы должны были после очередного моего обучения – да-да, я еще юнец – и обучаясь быть рыцарем, пилотом боевого меха. Все началось в этот дурацкий день. Как говорится, ничего не предвещало. Я как раз тестил своего нового меха – Центурион, который, конечно, должен работать в паре с Трибушетом, но Трибушета еще в нашем отряде пока не было. Вообще, сами мехи, их обслуживание достаточно дорогие. И если серьезный отряд наемников остается без денег, он становится банкротом. А что такое банкрот? Это значит, что ты проиграл. И вот мы с отцом дошли до точки. Ящики с добычей на последнем КП были пусты. Если они просрочили платеж, значит, выплатят позже. В целом, мне не нравится обстановка. Батя, давай уйдем отсюда. Батя, атакую! Человека нашего здесь нет. Уходите через болото, проводите эвакуацию города. Может, они решили оставить деньги на последней точке в городе? Так у нас, по крайней мере, деньги будут, батя. Мы успеем, отец, за то, как они про нас прознают. Будем надеяться, что они не за нашими душами, сынок. Хана города. Деньги, деньги, деньги где-то здесь. Я носом чую. Сынок, отходи, и ты в прицеле. Батя, уходим! Я в порядке, батя. Левой руки у меня нет. Уходи на базу. Батя, я тебя не брошу. Нас подставили. Ты не боеспособен, уходи. Я прикрою отход шаттла. Я сказал капитану, уходи. Есть, сэр, ухожу. Риана, обещай, что не уйдешь без сына. Комендарь, я обещаю. Какие мысли обуревали меня в этот момент, это сложно представить. Отхожу с боем, прикройте мой подход! Открывайте ангар, иду с боем! На тебе, зараза! Не забалуешь тут со мной! Мы не можем бросить отца, надо ему помочь. Батя, держись! Нет, вы нужны кавалеристам. Уходите. Теперь командуешь ты, сыном. Ты совершишь великие дела, я знаю. Прощай, сын. Это был чертов злополучный день. Риана, доложи обстановку. Да, отец пожертвовал собой, чтобы прикрыть наш отход. Нашего отряда сейчас мало денег, что будем предпринимать? Кто это такие? Хорошо, выбираем все из системы. Давай Спирсу на связь. Так, пойду-ка я осмотрю ангар. Что у нас осталось в наличии после столь непутевых боевых выходов? Деньжат маловато, нужно браться за все контракты. Состояние шаттла отличное, как и состояние боевого корабля. Фахат, как обстановка? Давай яйцеголовый. Чини мехов. Так, у нас есть Джавелин, готов к бою. На нем я и пойду в свой первый одиночный контракт. Да, Центурион будет долго ремонтироваться. И во сколько мне обойдется сей ремонт. Потеря автопушки не есть год. Так, ну что ж, заказ наряд выполнен. Ставим Центурион на ремонт. К сожалению, долговременный ремонт, а пока будем выполнять задачи на машине Джавелин. Это легкий, быстрый, 30-тонный мех. На вооружении у меня будет 4 средних лазера. Не супер, конечно, мощное вооружение, но если работать под ногам вражеских мехов, то можно сдюжить. Но вот раскраска совсем мне не нравится. Наше подразделение кавалеристов, мы все бывшие военные, поэтому предпочитаем камуфлированных мехов. То есть у нас будет военный камуфляж. Каждый отряд наемников предпочитает свой стиль. Я выбрал разведка муфляж. Готовлю меха к выполнению контракта. Не сложно принимать все дела отца. Теперь я командир. Ну, пойдем пообщаемся с этим Спирсом. Я хочу знать, кто напал на нас. Здорово, Спирс. Спасибо, это был чертов день. Итак, на нас напали наемники черные Инферно. Которые не брезгуют и пиратство. Кстати, запрещенным во всех великих домах. Спирс, продолжай изучать обстановку, если что мы заплатим твоим разведчикам. Итак, есть координаты первого контракта. У нас всего полтора миллиона наличных. Это очень мало. И буквально через пару месяцев мы станем банкротами. А это значит поражение. Огромная карта. Огромное количество систем. И в каждой есть для нас работенка. Итак, первая моя одиночная боевая высадка. Так же как и моё первое пилотирование меха Джавелин. Так, Райана, ставь задачу в виде меня. Двигаюсь на маркеру. Так, что хорошо, мне можно прикрываться левой и правой рукой. Размывать урон. Лазеры у меня стреляют из центрального торса. Бустрая машина, мне нравится. Так, задача двигать на базу противника. Двигаем. Так, уничтожить генератор Турейли. Сейчас сделаем. Если это случилось, то это значит, что они должны уничтожить генератор близко. Возьмите и уничтожите генератор, и уничтожите очень удобнее время. Понятно, спасибо. Возьмите, командир. Я детектирую противника. Может быть рейдер-патрол. Понятно. Пока ну такая себе встреча, скажем так. Какая-то пара танкеток. Совсем не серьезно. Ну для меня это прекрасный боевой опыт. И возможность получиться пилотировать быстрого и легкого меха. Разобраться с сведением огня. С системами перегрева. И понять, какие повреждения мой мех может выдержать, а какие нет. Таргет аккварь. Таргет аккварь. На любом поле боя. Никакая боевая техника не может справиться с этими огромными стальными гигантами. Так, у меня незначительная дальность лазеров. Лазеры средние. Зато бесконечный боекомплект. Благодаря накоплению генераторов. Благодаря накоплению генераторов. Так, поучимся-ка мы хорошенько прыгать. И компенсировать падение прыжковыми двигателями. Так, ценного груза не наблюдаю. И, кажется, я что-то здесь сломал. Так, ну что ж, надо двигаться на маркер. Так, через небольшие строения джавелин, походу, может насквозь ходить. Я в процессе тренировки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но как он будет стоять в бою с другим мехом? В особенности выше по классу. Так, Райана докладывает, что нужно обнаружить ящики с добычей. Ну что ж, пойдем поищем эти ящики. Это я сломал? Я не специально. Так, есть противник, но что-то опять несерьезное. Вы что, прикалываются что ли? Отправляют танкистов на верную смерть против боевого меха. Пару слов о мехах. Мехи имеют послойную сегментарную броню. И прежде чем будет уничтожена какая-либо часть меха, какой-либо компонент, должны сначала вскрыть основную структуру меха. Что достаточно непросто. В особенности, если мехи идут тяжелого класса, превышающим 75 тонн. Так, немножко мы здесь все сломали. Нашел я свой ящик, который надо забрать. Так, два ящика осталось найти. Так, а эти все цели необходимо уничтожить, да? 12 генераторов. Да мне в охоточку. Сейчас все раздолбаем. Так, и как мне через эту скалистую гряду пробираться? Интересно. Не, можно, конечно, далеко бежать в обход. Умный в гору не пойдет. Если он, конечно, не на боевом прыгающем мехе. Четко. Можно брать и такие преграды. Надо подумать, как это оптимально правильно применять в бою. Вот такой вот я капитан наемника. Все сам, да сам. У меня еще и самих пилотов-то нету. Надо будет нанимать. Надо будет вербовать. Так, вижу как раз оставшиеся пять генераторов. А вот где еще два ящика искать, непонятно. Какая-то турелька стояла. Да это еще что? Иди сюда. Вы даже не представляете, друзья, какие страшные бои ожидают мой отряд наемников. Какие-то будут тяжелые сражения в разных системах и на разных планетах. Опа, ящик. Какая прелесть. Так, вижу последний. Упс, здесь кто-то танк забыл. Так, груз взят. Раяна можно сваливать. Давай точку эвакуации. Ой, я что-то сломал. А поближе нельзя было 2000 метров кандыбать. Упс. Ой. Сори, сори, я уже ухожу. Так, есть комиссия по встрече. Как он туда на танки-то залез? Гениальный пилот. Так, полномерно выбираемся отсюда. Пока ничего серьезного. Но не мешает поупражняться в меткости стрельбы. Прислали тут танков на меня. Бесплатный тир, е-мое. А, здесь есть вот такой проход в скале. Так, а вот так лучше не делать. Иначе подрыв боекомплекта танка повреждает мне по слоям сегментарную броню и может вскрыть текстуру. Это будет не айс. Хорошая скорость у Меха. А вот Раяна прилетела за мной. Вот такой первый легкий контракт. Для меня хороший опыт, друзья. Впереди нас ждут страшные бои. Мне нужны ресурсы, деньги, мехи, пилоты. И бесценные боевые опыты. Так, ну малость заработали. Поставим жавелин на легкий ремонт. Так, можно трофеи брать с поля боя. Но это чем-то ограничено, да? Правилами контракта. То есть, что-то остается великому дому или компании-заказчику. Но он дает, например, выбрать три позиции согласно контракту. Вот я и выбираю. Я беру средние лазеры. Что мне там еще могут отстрелить? Что мне понадобится в ближайших боях? Увидимся в следующем боевом выходе, друзья. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова